Три участка Корсаковской администрации отдала в безвозмездное пользование для осуществления разрешенной законом деятельности в красивейшем месте в селе Охотском. О том, что на поверхности есть полезные ископаемые, владельцы не знали. С этого начинается официальное письмо. Сотрудники администрации, местная полиция также проверили земельные участки на предмет незаконной добычи песка. Но нарушений, предусмотренных статьей 7.1 Административного кодекса РФ, как указано в тексте письма, не узрели. Что неудивительно, самовольного занятия с землей действительно не было, ведь дальневосточный гектар подарили. У этого участка несколько видов разрешенного использования. Это выращивание лекарственных тонизирующих растений, пчеловодство и скотоводство. Разрешительные документы у землепользователя на строительство имеются, получены. Так добывался ли песок? Если судить по видео, присланному в редакцию, то да. Но согласно письму ОМВД, на участке проводились работы по его перемещению с вывозом на хранение. Невероятно, но получается перемещали, не добывая. Гектарчики утверждают, реализации не было. И что немаловажно, в адрес героев проверки, которые в письме значатся как «общество» и не более, были направлены официальные запросы о предоставлении документов по поставке песка в другое общество. Но на момент окончания проверки эти запросы так и остались без ответа. В районе теплых озер, даже в тот период, когда я был начальником отдела экологической экспертизы, мы тогда остановили добычу ниже уровня грунтового хода. Но в районе теплых озер добывать песок вообще нельзя, если мы хотим сохранить эти теплые озера. Активно это все начало при прошлом губернаторе. Нынешний, наверное, не в курсе, я не знаю. И тогда вот этот вот расцвел беспредел. Выходит, что очевидный вред, неисполнение обязанностей не содержит в себе никаких нарушений. Но в административном кодексе статей хватает. Например, порча земель, нарушение требований по рациональному использованию недр, невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ, работ по геологическому изучению недр, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений, нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта и так далее. Проверяющие участков в межсезонье даже не поинтересовались видеозаписями происходящего на этих гектарах летом. А что до гектарчика по соседству, причинившего ущерб на 48 миллионов рублей своей деятельностью в Охотском, его дело до сих пор рассматривают в суде. Субтитры создавал DimaTorzok